МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фактически на сегодняшний день, благодаря вот этим двум определениям суда, застройщику ничто не мешает продолжать строительные работы и разрушить памятники до основания. Как платить меньше за обучение или аренду жилья? Вы имеете право на налоговую скидку. Вы заполниваете декларацию, которую можно подать самостоятельно, можно подать почтой или через электронный кабинет. Впервые в истории гражданина Украины подозревают в пиратстве. Все ради видео. В Киеве будут судить блогеров. За что? Житель Николаевской области оказался пиратом. По данным СБУ, подозреваемый захватил судно в Индийском океане и за его освобождение требовал выкуп. Детали этой детективной истории в нашем дайджесте новостей. СБУ задержало первого пирата в истории независимой Украины. Им оказался житель Николаевщины. Он устроился на работу в международную компанию, которая занимается охраной коммерческих судов от пиратов. Однако вместо того, чтобы охранять корабль, мужчина сам захватил его. Угрожая оружием, капитану корабля злоумышленник заявил команде, что требует изменить курс судна и денежное вознаграждение в 500 тысяч долларов. Начались переговоры с менеджерами компании собственника судна, которые продолжались 4 дня. Представителям судоходной компании удалось уговорить пирата сдать оружие и разблокировать корабль за 6 тысяч долларов, говорится в сообщении. Однако, когда злоумышленник вернулся на плавучую базу охранной компании, он захватил ее арсенал и начал новые переговоры. Он требовал 100 тысяч долларов, иначе угрожал выбросить все оружие за борт. Компания отказалась выплачивать выкуп. Подозреваемый успел выбросить часть оружия, впоследствии его остановили силой. Так как событие разворачивалось в открытом море, то его невозможно было привлечь к ответственности. На нейтральные воды не распространяется юрисдикция ни одной страны. Пирата удалось задержать уже в Украине. В ходе спецоперации СБУ злоумышленника разоблачили в Николаеве. Со времени приезда на родину он несколько раз менял паспорта и место проживания. На данный момент ему сообщили о подозрении по части 1 статьи 446 Уголовного кодекса Украины. То есть его подозревают в пиратстве, а именно в применении насилия, грабеже и других враждебных действиях по отношению к экипажу морского судна. В Киеве разоблачили группу злоумышленников во главе с адвокатом, которая пыталась избавиться от мумифицированного тела одинокого пожилого мужчины. По данным следствия, злоумышленников обнаружили в квартире умершего 89-летнего киевлянина, хозяина квартиры. Вместо того, чтобы уведомить правоохранителей, подозреваемые по поддельным документам завладели его жильем. При этом тело умершего более полугода оставалось в этой же квартире. Совершив сделку с недвижимостью, злоумышленники пытались тайно перевести тело из квартиры в крематорий, но были пойманы с поличным. В Киеве будут судить блогеров, которые разгромили квартиру ради видео в ТикТок. В Печерской окружной прокуратуре закончили досудебное расследование касательно инцидента, который произошел 11 апреля 2020 года. Выяснилось, что молодежь сняла квартиру в центре столицы, но не для того, чтобы умиляться архитектурой и достопримечательностями. Арендованное жилье послужило полем битвы и контентом для соцсетей. Блогеры крушили мебель и портили интерьер. Кухонным ножом изрезали натяжной потолок, порвали обои и испортили бытовую технику. Все это молодежь сняла на камеру, а затем выложила видео в ТикТок. Такими действиями они нанесли владельцу квартиру ущерб в размере более 370 тысяч гривен, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Действия группы молодых людей квалифицировали как нарушение части 1 статьи 194 и части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уничтожение чужого имущества и хулиганство, совершенное группой лиц». Овчарки в строй. Для участия в военном параде к 30-летию независимости Украины готовится сводное кинологическое подразделение Нацгвардии. На базе 1-й президентской бригады имени Петра Дорошенко Северного оперативного территориального отделения Нацгвардии проходят практические тренировки. Дисциплина, выдержка и хорошая реакция у этих Нацгвардийцев в крови. Многие из них – потомственные служебные собаки в нескольких поколениях. Всего к тренировкам привлечены более 30 кинологов со служебными собаками породы «Немецкая овчарка» из разных областей Украины. Одесситы протестуют. Местные жители не только пытаются сохранить историю для будущих поколений, но и опасаются за сохранность своих домов. Два здания с более чем столетней историей хотят снести. Находятся они в историческом центре города на улице Решильевской. Вместо театра и исторической типографии хотят построить шестиэтажное многоквартирное здание. Как бороться с застройщиками? Какой была реакция Министерства культуры? И какова правовая точка зрения на ситуацию? Репортажи из Одессы. В историческом центре Одессы между Большорно-Уцкой и Базарной может появиться шестиэтажный новострой. Расположится он прямо между памятником архитектуры под названием «Дом на Ле» и арабским культурным центром. И чтобы новый дом вписался, застройщик планирует снести два старинных дома – театр Решилье и типографию Фисенко. С таким, по мнению одесситом, вандализмом категорически не согласны местные жители. Мы это все как бы начали изучать, на каких основаниях хозяин будет сносить, потому что мы знали, что данные памятники, хоть и не внесены в реестр, но они все равно остаются памятниками и памятниками истории. В начале года под забором стройки прошло несколько митингов. Люди собирали подписи у одесситов в свою поддержку и просто не давали проводить работы. Историческая ценность этих зданий неопровержима. Типография была построена по заказу самого Фисенко в 1860 году. В конце 19-го, в начале 20-го столетия там было издано тысячи книг, многие из которых на украинском языке. Типография Фисенко считалась одной из лучших в Европе по хромолитографии. В театре Шелье начинал свою карьеру Леонид Утесов. Ведь ты, моряк, мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Историки убеждают, что это место знают все уважающие себя философы. Историки и украиноведы. Официально это памятник архитектуры местного значения. Хотя активисты утверждают, что здание вполне заслуживает признания как памятник истории всеукраинского значения. Есть и другой нюанс. Одесситы переживают не только за историю и лицо родного города, а и за свои жизни. После работ крупной техники жители соседних домов заметили, как по стенам пошли трещины. Я боюсь, что эта стена может упасть. Потому что если начнут копать, она, ну, фундамент слабый. Вот когда в подвале вода, трубы все текут. И не дай бог начнут копать. Даже если они не будут бить сваи, а просто рыть начнут, эта стена упадет. На протяжении многих лет до этой стройки были проблемы, трещины были. Но как только началась стройка, эти трещины начали увеличиваться в геометрической прогрессии. Малейшие подвижки с той стороны, углубление грунта – это будет катастрофа. И людей не спасти будет. Не дай бог. Старожилы также помнят, что 50 лет назад на этом самом месте проводились геологические исследования. И на глубине обнаружилось озеро с небольшими речушками. Поэтому тогда капитально застраивать место жилыми домами не стали. Но в новом доме застройщики планируют подземную парковку 11 метров глубиной. Касается и нашего дома насквозь. Захватили нашу придомовую территорию. Установили там оборудование. На нашей придомовой территории, Большая Арнаутская, 40, решили устроить паркинг. Наш дом смыкается с Решилевской, 47, Решилевская, 45, мы идем сквозным, и Решилевская, 49. Вот это вот все три дома и наша Большая Арнаутская, 40. Это все одна платформа. Запросив документы на строительство в Гурсовете, жители узнали, что застройщик не получил разрешение от Министерства культуры, без которого не имел права начинать работу. Люди обратились в областной департамент культурного наследия. Оттуда прислали инспектора для проверки. Но его просто не пустили на стройку. Одесситы стали искать защиты у столичных чиновников. Приезжал к нам министр культуры. Во время своего визита в Одессу заходил, осматривал строительство. Его пропустили, естественно. А министр культуры нам пообещал разобраться с этой ситуацией, изучить все документы. Мы ему передали обращение, потому что во время наших митингов у нас было несколько масштабных собраний. Мы собирали подписи одесситов, которые категорически не согласны с этой застройкой, застройкой центра в принципе, и с потерей этих зданий. И мы собрали более 800 подписей. Из открытых источников известно, что нынешний застройщик исторических мест – компания Одесса-Сити. С 2004 года ее представители выкупали помещения в историческом центре города под обязательство недопущения их разрушения. Но по факту, в течение нескольких лет помещениями не занимались. А в 2008 году в Управлении охраны объектов культурного наследия Одесской областной госадминистрации не рекомендовали их вносить в реестр архитектурных памятников. Именно из-за плохого состояния. В 2018 году депутаты Горсовета проголосовали за выделение земли под этими зданиями в аренду. И в прошлом году компания получила от Городской государственной архитектурной строительной инспекции разрешение на строительство. После рассмотрения всех документов Министерство культуры выдало предписание о приостановлении строительства до момента судебного выяснения законны ли строительные работы на Решильевской. На сайте Минкульта появилось соответствующее сообщение. Кроме того, глава министерства обратился к коллеге из МВД с просьбой предоставить охрану на территории строительства, чтобы работы не проводились. Но застройщик подал иск в Одесский окружной административный суд с просьбой остановить действие от предписания Минкульта. И суд стал на его сторону. Вопросы за министерством разрешаются в судебном порядке. Проводят подготовительные работы. Мало ли что считает Министерство. Есть ухвалы судов. Когда вы ставили вопрос непосредственно о том, что данное здание является памятником и архитектурой, было отказано. Внесение в данный реестр. Это неправда, утверждает адвокат, который вместе с людьми пытается остановить стройку. Светлана Попова называет ситуацию настолько абсурдной, что не берется даже прогнозировать, чем все может закончиться. Вот эти два дома, они взяты под охрану государства в 1991 году. И несмотря на то, что в 2008 году они не были внесены в реестр, они не утратили статус памятников. Так говорит закон об охране культурного наследия. В этом законе, который был принят в 2000 году, включены переходные положения, где указано, что объекты, ранее внесенные в перечень охраняемых объектов, также сохраняют свой статус и признаны памятниками культурного наследия. Внесение или не внесение в реестр влияет на статус только для нововыявленных памятников культурного наследия. Для того, чтобы окончательно разобраться в этом, Минкультура и вынесла предписание об остановке работ. Ведь любое строительство в пределах исторического ареала требует разрешения Центрального исполнительного органа по охране культурного наследия. И когда суд приостановил предписание Минюста, то, по сути, уже заранее разрешил застройщику разрушать здание. В кодексе существует такое правило, что суд может приостановить акт органа власти, пока рассматривается дело по сути. Но эта абстрактная норма закона рассчитана на миллиарды случаев, которые могут быть, и ситуации могут быть разные. Именно в этой ситуации это приостановление является вредом для памятников культурного наследия. Министерство культуры подало апелляцию. Тем временем Департамент по охране культурного наследия Одесской области вынес другое предписание о запрете строительства. Но его приостановил Одесский окружной административный суд. То есть у нас в данном случае игра на поле одного игрока, по большому счету. Потому что все, что делает застройщик, сомнительное с юридической точки зрения. Но эти процессуальные действия уже влекут дальнейшее уничтожение и памятники продолжаются разрушаться. Фактически на сегодняшний день благодаря вот этим двум определениям суда застройщику ничто не мешает продолжать строительные работы и разрушить памятники до основания. Конечно, тема с попытками уничтожить старые дома и на их месте возвести новостройки очень популярна. Адвокат Марина Соловьева стала защитником истории по неволе, когда возле ее дома пытались уничтожить сквер. Она сумела отстоять территорию от застройки, на которой позже создали уникальное место – пейзажную аллею. После этого люди стали обращаться к ней как к опытному юристу. И теперь Марина уже сама может давать советы начинающим борцам с незаконными застройками исторических кварталов города. Если возле вашего дома есть хороший, уютный, зеленый сквер, где нет никаких строений, где расположена детская площадка, то это уже может быть таким лакомым кусочком для застройщика и для людей, которые занимаются строительством. Поэтому желательно бы было жителям взять заранее, если есть такой интересный объект, взять кадастровый план и посмотреть, кому именно этот кусочек земли отдан, кому он принадлежит. Он находится в коммунальной собственности или уже отдан в аренду. Вот что советуют людям адвокаты. Что делать, если появился забор? Узнать, кому принадлежит земля под возможной застройкой или домом, который могут снести. Для этого нужно взять план в местном органе самоуправления по общественному запросу. Узнать, имеет ли здание значение памятника. Если да, оно находится под защитой государства. Если нет, начать процедуру. Для этого нужно обращаться в Департамент охраны культурного наследия, обратиться к местному депутату и с его помощью ввести этот объект в список культурного наследия. Если стройка началась, затребовать у органа местной власти все разрешительные документы, каждый в отдельности обжаловать в суде. Дать максимальную глазку этой ситуации, организовать митинг, собрать подписи против строительства, идти на сессию местного совета, принимающего разрешение о строительстве и поднимать вопрос о его отмене путем нового голосования. Благодаря такой схеме простые жильцы отстояли не одно здание. Например, на столичной улице Стрелецкой в буферной зоне самой Софии Киевской. Здание уже было частично разрушено застройщиком, но после упорства местных жителей и соответствующего решения суда его отдали собственность общественности, присвоив статус памятника. Верну деньги за обучение или аренду жилья, уплаченные проценты по ипотеке или даже средства, выделенные на благотворительность. Если вы еще не слышали о такой возможности, вам однозначно стоит посмотреть наш сюжет. Механизм так называемой налоговой скидки. В Украине работает уже не первый год и доступен каждому официально трудоустроенному и получающему заработную плату человеку. Все, что нужно – собрать необходимые документы и вовремя их подать в налоговую службу. Как воспользоваться этой привилегией на практике, подскажет мой коллега Николай Резник. Сергей – водитель с 10-летним стажем. В прошлом году установил на свой красавец автомобиль – газообаллонное оборудование. С тех пор не нарадуется. Установка работает исправно, а экономия на топливе ощутимая. За газовую установку Сергей заплатил 16 тысяч, но цена по факту оказалась меньшей – почти на 20%. Все потому, что водитель воспользовался своим правом на налоговую скидку. То есть, собрал пакет документов, принес податковый сотрудник, переверил, поддал канцелярию, ну и, в принципе, отримал снижку. 16 тысяч, если не ошибаюсь, это была вартость установленного обладнания, и 2 600 или 2 800 была компенсация от государства. Возможность вернуть часть потраченных денег в случае переоборудования автомобиля под биотопливо есть у каждого автолюбителя, рассказывают в налоговой службе Киевщины. Такая опция предусмотрена налоговым кодексом. Идется про то, когда человек переобладает свой транспортный способ на использование одного из биопалев, или то заряженный газ, или то биоэтанол. Людина переобладает, далее она должна вернуться за актом технической экспертизы про такое переобладнание. И вот же в декларации может быть повернута так же часть денег, вытраченная на это переобладнание. Сергей говорит, перечень документов, которые необходимо собрать, не такой уж и большой. Это акт выполненных работ с СТО, квитанция об оплате, паспорт, код и справка о доходах с места работы. Приятный бонус от государства водитель получил через месяц и также потратил по назначению. Перевод транспортного средства на более экологичный вид топлива только часть перечня, согласно которому государство возвращает часть потраченных налогоплательщикам средств. Единственным обязательным условием является официальный источник дохода в виде заработной платы. Право на такую податковую снижку дейсно мает только людина, яка официально працевлаштована, мает официальный доход. Что касается, скажем, ФОПов, которые работают и как физическая особа-предприемец, и працевлаштован, как найманный работник, то они должны рассчитывать на тот доход, который получил только от работодателя. В целом налоговая скидка полагается в следующих случаях. При страховании жизни и пенсионных взносах в рамках негосударственного пенсионного обеспечения, при аренде жилья в ВПЛ, при оплате процентов по ипотечному кредиту, при использовании вспомогательными репродуктивными технологиями, при совершении пожертвований и благотворительных взносах в пользу неприбыльных организаций, при оплате за обучение в украинских образовательных заведениях. Сумма повернения достаточно легко выраховывать. Выберете всю сумму, которая вытрачена, умножите ее на 18%, и это, вероятно, сумма повернения части вытраченных денег. То есть, например, за год обучения своего ребенка в университете вы заплатили 18 тысяч гривен. Ваша заработная плата за 2020-й составила 150 тысяч, и с нее было удержано 27 тысяч гривен налога на доходы физических лиц. Налоговая скидка в этом случае вычисляется по формуле. 27 тысяч минус 150 тысяч минус 18, умножаем на 18%, получаем 3240 гривен, и в итоге составит 3240 гривен. Александра, студентка 4-го курса Киевского национального университета строительства и архитектуры, в налоговую пришла, чтобы разузнать, как именно вернуть часть уплаченных ею средств за обучение. Мне сказали, что деньги будут повернуты протягом 60 дней с момента подачи декларации. Это будет приблизительно 18% от той суммы, которую я сплачу университету за научение. Обучение Александры оплачивает ее отец, так что именно он будет подавать все необходимые документы. Прежде всего понадобится справка о его доходах и договор с учебным заведением. Дуже важно, чтобы в таких документах было визначено имя, батьков и прозвище тієї особи, яка в подальшому будет претендувати на отримание таковой податковой снижки. Например, бывает так, что за учение дитина сплачивает дружина, а податковую снижку хочет або может отримать человек. В данном случае не придется отримать такую податковую снижку. Только за первый квартал 2021 года в виде налоговой скидки гражданам, имеющим на нее право, было возвращено более 50 миллионов гривен. С каждым годом эта цифра растет не только за счет сумм в декларациях, но и за счет большого количества заявок, ведь осведомленных о своем праве вернуть часть потраченных средств становится все больше. Причем при желании все документы можно подать, не выходя из дома. Вы заполниваете декларацию, которую можно подать самостоятельно, можно подать почтой або через электронный кабинет. Я все-таки радую подать через электронный кабинет, потому что там предупреждена такая опция, как частковое заполнение этой декларации на основе тех данных, которые уже есть в государственном реестре. Следует лишь помнить, что затраты, совершенные в прошлом 2020 году, документы в налоговой принимаются до 31 декабря. На следующий год скидка не переносится, поэтому этим вопросом стоит заняться уже сегодня. Смотрите в следующей программе. Сама себя похитила. Как правоохранители раскрыли мнимый киднеппинг? Налог на заминированную землю «Кто и как обязан платить по закону?» Мы разбирались. И новые подробности в деле врача Волкова, подозреваемого в убийстве своих любимых женщин. Увидимся через неделю. Берегите себя и своих близких. Пишите на почту право-направо, собачка, канал Дом ТВ, а мы сделаем все, чтобы вам помочь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!